Всем привет! Всем привет-привет-привет! Продолжаем изучать Spring! Сегодня у нас новая тема WebSockety Я бы... Хотя, ладно, давайте-давайте так Сперва разберемся, что это Затем напишем простой вариант Простой вариант WebSockety Так Для тех, кто не знает, что такое WebSockety WebSockety Идем в значную Википедию и читаем WebSocket это протокол связи Поверх TCP соединения Предназначенный для обмена сообщениями Между браузером и веб-сервером В режиме реального времени То есть Организуется некое соединение Которое позволяет нам Общаться в обе стороны Общаться в обе стороны Классический пример Где могут вам понадобиться WebSockety Это, конечно же, чат Чат, чат, чат Другим примером Может Служить Вот, смотрите Когда вы открываете Вот какой-нибудь Twitter Открываете какой-нибудь Twitter И у вас здесь идет Подзагрузка Подзагрузка В принципе, вот эту подзагрузку Можно также осуществить С помощью WebSockety То есть Каким образом Смотрите У нас У нас У нас Поскольку мы уже выяснили Что это некое Соединение И причем Не простое соединение А двухстороннее То есть У нас есть две стороны У нас есть клиент И у нас есть сервер И как здесь было еще сказано Между браузером И веб-сервером Каким образом Браузер у нас Делает Запросы Конечно же С помощью JavaScript Так что Да Нам придется Написать Некий код Некий код На JavaScript И затем Вдобавок к этому Написать еще и код Который У нас на сервере Крутится Так что Да Писать веб-сокете Если честно Немного утомительно Немного утомительно Потому что Кода писать Придется много Зато Зато Они позволяют Вам сделать Очень много Классных фишек Это Все зависит От вашей фантазии Будет Итак 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 Что нам нужно Что нам нужно Давайте идем В наш проект В наш проект Те кто Так Подождите Вот те кто еще Не совсем понял Или не знает Прежде чем Идти вот дальше По видео Почитайте Посидите Другие Какие-нибудь ролики Посмотрите В принципе Здесь ничего сложного Нет Мы кстати Вот будем писать Вот что-то Вот похожее То есть Вот здесь JavaScript То есть Мы будем Создавать WebSocket И описывать Его поведение Так Вот у нас Есть еще Документация Я себе Открыл Я себе Открыл Вы тоже Себе Добавляйте Добавляйте Вкладки Вкладки Разного Рода Документация Которая Вам Нужна Которая Вам Нужна Ладно Хватит Хватит Болтовни Давайте К делу Посмотрим Как все Это у нас Как все Это у нас Дело Выглядит Для этого Для этого Нам нужно Сперва Я продолжаю Работать С тем же Проектом Только я Закомментировал Все вот эти Брокеры Чтоб они Мне не мешались Эти брокеры Сообщений Так Сперва Нам нужно Добавить Зависимость Для работы С WebSocket Идем И добавляем Значит Spring Boot Starter WebSocket Окей Теперь 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 Мне нужно Я создам Отдельную Папку WebSocket И в ней Я буду Я в ней Буду Писать Весь код Который У меня Относится К ВебSocket И так И так И так И так Давайте Начнем Издалека Вначале Создадим Веб Контроллер Веб Сокет Контроллер Так Контроллер Пинг-понг 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 Окей Дем И создадим Создавим Один Мано-ой Оо Гетмаппинг Мы создадим Пишем ПАБЛИК 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 Стрель ping-pong. И return ping-pong. ok значит так вот наш наш контроллер теперь пойдем и подготовим подготовим сразу страничку страничку ping-pong. Назову здесь WebCircuit и ping-pong окей, 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 окей. Так, а хотя так давайте сделаем пока мы здесь находимся некоторые приготовления некоторые подготовления значит смотрите вот здесь у нас будет text area text area и мы присвоим ID message, message. Так, давайте небольшой стайл издадим, чтобы хоть как-то выделить. окей, и давайте я напишу еще placeholder your message, окей. То есть здесь мы будем писать некий, как его называется, некий текст который мы будем отправлять на сервер, то есть проверять нашу двухстороннюю коммуникацию. Теперь, теперь, так, здесь мне нужна еще кнопка button, который мы назначим ping и здесь я сразу напишу unclick. Это поле я пока оставлю пустым. и здесь я напишу ping. Окей, и мне нужно будет поле куда куда ответы будут сыпаться. Скажем так, здесь надо что что-то написать. Например, например, я не знаю, допустим, messages и здесь 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 это у меня место, где складываются складываются складывается давайте я назову стек стек сюда я буду складывать все сообщения которые мне придут сюда его ускала все сообщения которые мне придет полкей так давайте я вот сразу сразу напишу сразу напишу название функция что пинг она пока не реализована и и пока нет здесь подключим так скрипт скрипт тайп естественно с текст джава скрипт текст джава скрипт текст джава скрипт и не нужно источник указать для этого мы возили сразу идем и создадим создадим апп 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 так 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 и подключаем наш аппп.js все 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 наш 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 html наша html готова наша html готова теперь давайте 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 опишем опишем gs код значит смотрите что здесь нам нужно нам нужно создать веб-сокет соединение и она вот таким вот необычным образом то есть мы используем локал хост 88 pong сервер у нас будет pong а мы будем пингом пингом такс вот мы создали наш веб-сокет веб-сокет наш веб-сокет у любого веб-сокета мы должны реализовать он оппан он оппан то есть вот оппан он месседж он мэр он класс мы сегодня реализуем вот этот вот надо реализовать здесь мы просто панкшен как у какой-то фанкшен я назову экшен экшен здесь какой event здесь event и я просто пока этот экшен он у нас будет наполнять вот этот вот стек так только 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 я здесь это мне не нужно это уж у меня от ой смотрите вот это он оппан это по сути дела он оппан по сути дела это когда у вас коннект произойдет когда у вас коннект произойдет эта функция сработает то есть когда вы соедините сервером вот использовать этот у вас работает вот эта функция и чтобы увидеть что все у нас работало я все экшены буду складывать складывать вот в этом место окей давайте оппан коннекшен назовем оппан коннекшен то есть я здесь ничего нового не придумываю вы этот пример схожий можете найти в очень многих местах так теперь мне нужно он месседж то есть смотрите соединение мы установили теперь мы готовы обмениваться сообщениями когда к нам придет какое нибудь сообщение когда к нам придет какое нибудь сообщение мы его должны каким-то образом обработать и вот я его обработаю снова снова вот вот здесь вот я напишу то что я там написал таким образом окей и теперь мне принципе можно еще написать анклос но анклос я реализовывать не буду просто покажу что есть и есть еще в с он это же реализовать не буду просто знаете что придется их реализовывать в реальных проектах здесь мы скажем так по крайней мере сегодня покажем некое общее представление так едем дальше едем дальше нам нужно смотрите вот этот action реализовать и вот этот пинг реализовать action давайте сперва реализуем функцию action функция action то есть она принимает у нас какое-то сообщение и мы его хотим отпечатать так давайте я вот так вот сделаю мы хотим его отпечатать в стеке мы хотим его отпечатать в стеке для этого заводим перемену output Обращаемся к нашему документу, getElementById, id у нас tag, дальше мы создадим новый параграф, новый параграф, document, createElement, новый параграф, и в этот новый параграф мы добавим, добавим, append, appendChild, document, create, createTextNode, createTextNode и передадим этот месседж. То есть мы создали параграф, параграф, то есть вот здесь у нас появится вот что-то такого с содержимым, содержимым, которое мы будем получать, получать, которое мы будем отправлять на сервер, и нам будет что-то возвращаться. Так, и теперь мне нужно вот в этот output записать, записать, openChildNewPath. Так, вот мы описали функцию, которая будет у нас заполнять стэк параграфами. Теперь нужно описать функцию, функцию пинга, functionPing, functionPing, которая у нас что делает? Она у нас берет вот этот вот, вот отсюда, что здесь написано, что здесь написано, то есть пишем пар, message, document, getElementByByById, message, message, и берем value, и берем value, 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 ok, взяли value, теперь, поскольку мы играем в ping-pong, то есть мы, мы также выведем все это дело в стэк, поэтому пишем action, и здесь, и здесь, и здесь, send, send, message, и теперь мы пользуемся вот нашим веб-сокетом, чтобы отправить сообщение. Вот, очень просто, send, все, и мы отправляем текстовое сообщение. Фух, все, то есть первая сторона у нас готова. Напоминаю, что вебсокет, когда мы говорим о вебсокетах, мы подразумеваем двухстороннее общение, причем такое полноценное. То есть нам нужно описывать клиента, код клиента и код сервера. Так, вот код клиента мы реализовали, поэтому теперь все это дело можно закрыть. Если всплывут ошибки, откроем по новой. Окей, теперь, теперь идем в наш, в нашу папку вебсокета, и нам нужно описать серверный код. Для этого мы начнем, 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 с основного, так, pong, pong, вебсокет, pong вебсокет. И создаем класс, который будет обрабатывать, некий хендлер, некий хендлер, который будет обрабатывать сообщение. Здесь мы должны реализовать следующий... Текст вебсокет хендлер. Существует множество различных хендлеров. Мы сегодня рассмотрим текст хендлеров. Но, знаете, есть и другие хендлеры. Например, вебсокет хендлер. То есть текст, текст байнари, текст байнари. Ну, по крайней мере, текст байнари существует. Мне нужен... Вот. То есть мы общаться будем с помощью обычного текста. Теперь мне нужно, естественно, реализовать некоторые методы. Методов здесь уйма. Уйма. Значит так, мы реализуем только некоторые из них. Мы вот... Connection. То есть, когда соединение совершилось, когда соединение совершилось, мы возьмем вот этот сэшн. И с помощью этого объекта мы сможем отправить сообщение клиенту. Здесь нам нужно использовать... нам нужно использовать вот такой объект text message и в него, в него завернуть то сообщение, которое мы хотим отправить клиенту. Пишем, например, connection... Connection established. Connection... Так. То есть вот эта строчка в итоге у нас отобразится... Вот эта строчка у нас отобразится... Вот здесь вот, в стеке. Так. Теперь нам нужно... Нам нужно реализовать еще один метод, который будет обрабатывать входящие... Входящие сообщения. И он называется handle... Handle text message. Итак. То есть здесь придет какое-то сообщение, и нам нужно, нам нужно с ним что-то сделать. Message. То есть... Но чтобы вот достать вот отсюда, да, из этого объекта нашу стрингу, нам нужно воспользоваться getLoad. И поскольку мы играем в ping-pong session... Так. И... О! Раз мы играем в ping-pong, то я отправлю... Я отправлю тогда pong. Я отправлю тогда pong. Мне не нужен тогда этот message. Тут не важно, что мне придет. Хотя ради интереса можно, конечно. Мммм... Сделать... Сжей... Здесь логирование. Давайте сделаем... Ммм. Лог. Инфо. Месседж. Get. Окей. Что? Что? Что ему не нравится? Ммм. 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 Интерфейс expected here, не понял, не понял, что это значит, не понял, что это значит, интерфейс ожидается здесь. А, понял, это же класс, я почему-то подумал, туплю, 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 ладно, нам осталось совсем чуть-чуть, и мы уже на самом деле на финишной прямой, на финишной прямой. Нам нужно теперь вот это в винт превратить, для этого мы в веб-сокет создадим отдельный конфигурационный, опять java-base configuration воспользуемся. Здесь мы, нам нужно enable web-сокет добавить, и здесь мы создадим bin pong public return new pong. Что ему опять нельзя, return outside. ok, скобочки забыл, ok, public, последний метод остался, а, смотрите, теперь нам нужно, забыл, теперь здесь, здесь, здесь нужно web-сокет configuration, web-сокет configurer, web-сокет configurer и реализовать метод. метод, 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 и с помощью него мы, то есть, вот с помощью вот этого регистра мы зарегистрируем веб-сокет, чтобы он срабатывал, срабатывал по следующему адресу, а, у нас pong, pong, то есть мы его, по сути дела, вот привязали вот к этому адресу, то есть, vs, localhost, то есть это не http, не http, это веб-сокет, веб-сокет соединения, то есть мы здесь описываем путь. И, как ни странно, все, все готово, то есть, если нигде ошибок нет, то, то все запустится. Давайте проверять. Так, вот мы запустили нашу страничку ping pong, ping pong, ping pong, сейчас я еще включу элемент разработчика, хотя я тут в консоли вообще-то ничего не пишу. Ладно, смотрите, open connection и connection establish, теперь я отправлю сообщение ping, отправлено ping, получено pong, могу еще раз отправить. Воркает, воркает, круто. Только я не знаю, насколько круто здесь реализованы, реализованы, то есть, вот это самый простой вариант, как можно организовать веб-сокет общение. Но, 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 может, наверное, многие из вас, ну или некоторые, слышали о таком паттерне ченнела, то есть, в языках типа go есть ченнелы. И я вот, мне нравится, мне нравится феникс, эликсир феникс, там есть тоже своеобразные ченнелы. Ченнелы, ченнелы, что такое? То есть, смотрите, веб-сокет у вас устанавливает одно большое соединение, одну большую магистраль. Но, 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 чтобы облегчить себе, то есть, вы можете, например, захотеть использовать это одно большое соединение, чтобы подключать разные сервисы, разные сервисы. И вот здесь вот помогает паттерн ченнелов, паттерн ченнелов. В фениксе и в go это реализовано, и, и, и в кложуре это есть. Ну, наверное, и в других языках есть, просто эти мне знакомы. Больше всего мне есть, мне, я знаком с фениксом. То есть, а как здесь, как здесь, есть ли такой здесь паттерн ченнелов, я не знаю. Я не знаю. Просто это, это вопрос большого удобства. Ведь вы же на самом деле, вот когда вот этот ченнел, ой, вот это веб-сокет соединение, вы тратите какой-то ресурс. Тратите какой-то ресурс. Мы сейчас, кстати, сидим по, на сарвлетах, на стеке сарвлетах. Здесь, скорее всего, все, все так же плохо. Все, все те же трейды, наверное, используются. Я вот это сейчас точно не могу сказать. Но подразумеваю. Скорее всего, все то же самое. Все так же плохо, все так же и не очень эффективно, когда нагрузки будут хоть сколько-либо приличными. Ну ладно, 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 ладно. Не будем, не будем пока о грустном. Может, все не так уж и плохо у спринга с веб-сокетами. Не будем, не будем его хоронить сразу в этом плане. Кстати, смотрите, вот я получил сообщение о пинг-пинг. Итак, давайте повторим, давайте повторим, что мы сделали. Значит, смотрите, веб-сокеты это некий протокол, некий протокол, то есть, некие правила для двухстороннего общения. Чтобы воспользоваться данным протоколом, нам нужно реализовать сторону сервера и сторону клиента. Сторону клиента мы описываем некий JS-код. JS-код у нас инициатор. То есть, мы ему вот эту страничку загрузим, на ней будет некий JS-код. В этом JS-коде организуется, организуется у нас подключение. То есть, мы создаем вот веб-сокет, веб-сокет-соединение. То есть, не HTTP, а именно веб-сокет. Вот, VBS и адрес. Дальше. Дальше нам нужно описать поведение данного соединения. Что мы делаем, когда соединение установилось, когда мы получаем некое сообщение. Кстати, вот VBS-send вы можете каким-нибудь кнопочкам все это дело забиндить. То есть, как мы это сделали. Сейчас я вам... Так, где наша страничка? То есть, вот мы на кнопочку action повесили. Action, чтобы отправлять сообщение. Так. Ну, здесь довольно все просто. Я говорю, единственное, чем веб-сокеты, наверное, плохие, придется очень много писать кода. То есть, поскольку вам нужно писать и клиентский, и серверный код. И так что, да, вам еще нужно будет хотя бы на простом уровне знать, что такое JavaScript, с чем его едят, некоторые его особенности, по крайней мере. Если вы попытаетесь использовать веб-сокеты. Что мы... Значит, вот у нас функцию, к которой мы привязали кнопки для отправки сообщений. И, и, и. Описали функцию action. Которая у нас, по сути дела, просто создает некие параграфы. Параграфы... С тем сообщением, которое мы вот здесь вот написали. Например. Well... Welcome to the jungle. Jungle. То есть, я отправил вот такое сообщение и получил понк. Понк, понк, понк. Так. Теперь... Давайте к стороне сервера перейдем. Перейдем к стороне сервера. У нас что здесь нужно сделать? Это просто страничка, на которой у нас будет JS-код. Дальше. Нам нужен какой-то хендлер, которым мы опишем все необходимое поведение. Что мы делаем при connection, что мы делаем при получении сообщений. И там еще множество-множество методов есть. То есть, зависит от того, что вы хотите. Ну, не множество, но есть, в общем, методы, которые можно реализовать. В принципе, вот здесь, кстати, можно, естественно, делать ветвление. Ветвление, то есть, посылать какое-то более сложное сообщение. Наверное, наверное, типа Джейсона. И там его как-нибудь парсить. И в зависимости от того, что было здесь, сделать какое-то ветвление. Ладно. То есть, вот нам, ну, мы описали некое поведение. То есть, хендлер, текст месседж, это у нас здесь описывается, описывается, как обрабатывать сообщения входящие мы будем. То есть, мы просто логируем и отправляем фонг. А могли что-то другое сделать. Так. И мы еще описали функцию AfterConnection. То есть, когда соединение у вас сделается, что мы делаем? Мы отправляем сообщение, что сообщение, ой, соединение установлено. Вот оно у нас. Connection Establish. Так. И последний шаг. Это нам нужно все это дело организовать конфиг. То есть, мы заводим отдельный файл, имплементируемся, реализуем, регистрируем наш вот этот Pong WebSocket и привязываем его вот к такому адресу, к Pong. Чтобы вот здесь вот все у нас хорошо сработало. То есть, вот этот Pong, это вот это вот. Окей, 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 окей. Как использовать WebSocket, я повторюсь, это все зависит от вашей фантазии. Возможности они дают огромное. По крайней мере, благодаря WebSocket вы можете получить настоящее интерактивное общение. В отличие от классического HTTP протокола, который, ну, как вы знаете, все стейсис, вы просто с запросами мучаете сервер и все. И постоянно обновляете страничку, что не очень-то и здорово. Так что, так что все, все-все-все, хватит на этом сегодня. С первого знакомства, для первого знакомства достаточно, я считаю. Изучайте Spring. See you next time!